Которая обвиняется в допинге, которая на этом попалась. Как вы считаете, почему у нас такие оказываются? Я могу сказать, я уже приводил несколько раз примеры, что у американцев, только один пример приведу, шесть лучших спринтеров были дисквалифицированы и у них были отобраны медали олимпийские. В их адрес никто не сказал. У англичан тот же Коу... Да можно приводить десятки примеров, понимаете? Мы к этому относились вот так вот. Ну, есть проблема. И пусть она решается в их стране, значит, в Англии, в Америке, где угодно. Мы им не предъявляли ничего. В наших проблемах не виноваты ни американцы, ни европейцы, никто. Мы виноваты сами. Виновата руководство нашей, спортивной руководства страны. Только и всего. Это они подвели сегодня президента России. Человек, который сделал все, чтобы Сочинская Олимпиада была лучше и она была лучшей за всю историю. Поверьте, я на четырех выступал сам и на трех был почетным гостем. Это Олимпиада была, я скажу так, вершина всего. Это показало России, как надо проводить. И сопоставить с американской Олимпиадой 80-го года в Лейк-Плесте, все делегации жили в тюрьме. Мы ходили полуголодные. Ни транспорта, ничего. Размещение было страшнейшее, понимаете? И американцы снова раскрывают рот. Сидите у себя за океаном, не лезьте в чужой огород. Но вину с нашего руководства я ни в коем случае не снимаю. Сегодня очень много задавали вопросов мне в разных интервью и в разных СМИ, что вот китайцы у себя дома выиграли Олимпиаду. Я говорю, учитесь у китайцев выигрывать. Учитесь. Учитесь их трудолюбию. Учитесь, как надо проводить Олимпиаду. Я не был там, к великому сожалению. Но я видел спортсооружения, видел фильмы. Я прекрасно отношусь к этому трудолюбивому народу, который доказывает сегодня всему миру, что и в спорте Китай может занимать лидирующие позиции. И опять Европа, Америка говорит огольно. Вот у китайцев там что-то есть. Но если что-то есть, им только благодарность объявить за то, что они составили конкуренцию всему миру. Американцам и всем остальным. И я уверен, что и в зимних Олимпийских играх Китай будет через несколько лет составить очень серьезную конкуренцию. Готов им помочь приехать проконсультировать по биатлону. Александр Иванович, а вы в дырку в стене верите? Или это все-таки... Вот говорят, что про дырку в стене, для подмены проб. Ну, я, вы знаете, я не видел, как там что менялось, я в это не верю. Ну, вы знаете, ведь надо спросить руководству, у кого работал Родченков в первую очередь. И почему человек уехал, понимаете, никто не знает. Нет ни одного нормального объяснения, ничего. Почему вот эти международные организации, они постоянно критикуют Россию? Ну, вы знаете... Они смешают ли вот политику и спор? Вы знаете...